Здравствуйте! Вот у нас вторая лекция на тему арт-терапии, на тему развития. Я рад вас видеть и я рад наблюдать тот улучшающийся контакт, который происходит у нас с ребятишками и с вами, как меняются глаза детей. Это очень радостно видеть. И темы лекции на самом деле я никогда не придумываю заранее. Они обычно приходят перед непосредственно самим моментом начала. И хотелось бы поговорить о таком свойстве, о нашем родительском, забота о ребёнке. Хотелось бы поговорить о таком нашем свойстве, что мы суперродители, как мы это делаем всё время. Иногда часто, ну и на занятиях это видно, и по жизни часто происходит, кажется, что это какой-то кёрлинг, да, вот едет, знаете, да, кёрлинг такая штука, там едет груз, да, и впереди там женщины или мужчины, там труд в пол. Многие родители особенных детей так и делают, да, то есть они как бы предвосхищают какое-то событие и заранее стараются там постелить соломку, там объяснить, там как бы устроить какие-то загородки и так далее. И в результате как бы ребёнок там идёт по жизни в такой максимально возможной защите. Вот это, наверное, ну как сказать, для развития это, ну самая, наверное, наихудшая ситуация, если мы хотим развития, то нужно сделать буквально наоборот. Конечно, не надо всё бросить, естественно, мы все ситуации, которые связаны с риском для жизни и здоровья, мы их стараемся сохранять во внимании. Но многие задачи, которые предстоит решить нашим детям, их лучше уже тренировать, чем раньше, тем лучше, да. Я вспоминаю свою ситуацию, что когда вот прошёл вот этот первый шок, когда я понял, что вот да, такая случилась беда, какое-то время, наверное, у всех схема похожая, какое-то время мы находимся в супертрагедии. Мне не нужно было объяснять, что это такое, поскольку опыта было уже предостаточно. И когда я уже перестал сокрушаться и чувствовать себя жертвой, я начал перестраивать своё мышление и думать, а что делать, а что возможно, да, что возможно в этой ситуации. Когда ребёнок почти ничем не интересуется, ничего не хочет, да, у него нет никаких стремлений, да, что развивать. Ну, почти все дети, за редким исключением, всегда хотят есть. Во многих случаях они делают это очень прекрасно и замечательно. И вот первое развивающее упражнение для моего ребёнка было такое, он, например, любил яйца. Вот я положил ему яйцо и сказал, вот, хочешь есть, давай чисти сам. Вот, он его чистил минут 20, наверное. То есть, ну, с точки зрения со стороны, что уж покорми ты ребёнка-то в конце концов. Ну, вот, но он сделал этот шаг, для него это было важно. И постепенно через создание таких ситуаций происходило, вот, ну, как бы его развитие. Очень важно наблюдать и подхватывать, и видеть тот момент, когда ребёнок именно сам проявляет свою волю. Поэтому в работе, в арт-терапии, вот, если вы видите, что даже когда мы работаем рука в руку, то есть, я стараюсь ловить именно ту ситуацию, когда импульс происходит от ребёнка. Если он идёт от него, то я сразу свою руку убираю и говорю ему, молодец, вперёд. То есть, очень важно нам вовремя удалиться из заботы. Когда мы это делаем классно, то, ну, как бы он летит вовремя. Он летит дальше, да. В развивающих техниках тоже очень-очень важно давать, ну, как бы испытывать некое доверие, что он может это сделать. Вот сегодня, например, мы с одним мальчиком, мы сделали всего лишь за, ну, там, за полчаса, он всего лишь несколько кусочков пластилина положил на каркас. Но он сделал это сам, это классно было, и мы решили оставить это до следующего раза. Я вот проводил разговор с родителями в данном случае, что это имеет гораздо большее значение, чем если бы мы с ним рука в руку всё слепили. Мы можем так бесконечно это делать, бесконечно работать рука в руку, бесконечно делать руками. И результатом будет только то, что у молодого человека начнёт атрофироваться чувство воли, чувство того, что он сам что-то может. Настоящий рост, он начинается именно тогда, когда своя воля пробуждается. Вот, и внимание родителя нужно переключить с этой настройки, что я должен сделать для своего ребёнка, и что мой ребёнок может сделать сегодня. То есть мы просыпаемся утром и думаем, вот, моё состояние по утрам примерно такое, я просыпаюсь и думаю, о, чем бы новеньким я сегодня своего сына могу озадачить. Такой немножко злобный папа. Да, и часто ситуации ему не нравятся, да, но через это именно происходит вот тот рост, который нужен. Супермама, суперпапа, к сожалению, вредны для, ну, во многих случаях, поэтому нужно стать супер, немножко в другом ключе. Это, ну, как бы одна из тем, о которой хотелось поговорить. И другая тема. Я бы хотел услышать от вас, как вы видите счастье, что для вас счастье, и как вы видите это счастье ваших детей. Можете озвучить? Как выглядит счастье вашего ребёнка? Вы сюда приехали издалека, да, потратили какие-то деньги, силу, энергии для того, чтобы... У ребёнка была полноценная жизнь. О, хорошо. Чтобы он был полностью самостоятельным, здоровым, чтобы он понимал, что он делает, и понимал, для чего это ему нужно. Ага, класс. Чтобы он был самостоятельным, да, и он тоже мог стать счастливым, да? Есть у кого-то ещё какие-то идеи, что все приехали за здоровьем, да? Классно. Вот, и я хочу эту, ну, как бы классную такую фразу замечательную привязать именно к своей лекции, что мы, ну, как бы Давид и Юсефа, эти прекрасные специалисты, они могут создать такую почву, чтобы это произошло. С нашей стороны очень важно, чтобы мы создали почву для развития нашего ребёнка. Если мы будем верить и дальше в то, что... В болезнь, как бы, да, и всё время всё за него делать, кушать, кормить его из ложечки, там, бежать его, защищать от каких-то общений непонятных, да? Да, часто, вот, я за собой могу заметить и с вами поделиться, да, у меня такая же тоже штука есть. Он пытается с кем-то разговаривать, а я бегу и начинаю, как переводчик, всем говорить. Его зовут так-то, ему столько лет, там, ещё что-то. И тем самым часто, вот, когда мы бежим, как в кёрлинге, протираем пол перед нашим ребёнком, мы, как бы, вот эту мышцу, его воли, его сознание, мы её стараем, мы её выключаем, она ему уже не нужна. Он знает, всегда есть папа, который скажет за него, да, что его так зовут, и он это хочет, он то хочет и так далее. Поэтому, вот, эмпатия, например, да, вот, эмпатия у родителей, особенно у детей, она развита, ну, на высшем уровне. Во многих случаях есть, например, детки, которые не то чтобы не говорят, они даже мало двигаются. И родители начинают понимать по какому-то движению, там, там, глаза, руки или, там, по какой-то гримасе они это чувствуют. И они тут же бегут, там, пить, пить, всё, там, есть, есть, вот, и так далее. Но и ребёнку нет смысла вообще выходить из этой ситуации. Ему хорошо. Он моргнул левым глазом, ему, там, принесли котлету. Моргнул правым, там, принесли питьё, ещё что-нибудь и так далее. И очень важно найти вот именно тот режим восприятия, чтобы это был режим развития для него важный. Что, чтобы вот эти препятствия, они были не настолько сложные, чтобы он их не мог, не смог сделать, но и не настолько трудные, чтобы, чтобы ему было интересно и возможно. Это касается, в общем-то, как гигиены, так еды, так общей жизни. Я ещё слышал вот такое мнение одного из специалистов по развитию, что раньше, например, последствий вот таких болезней было гораздо меньше, чем сегодня, по той причине, что жили люди в основном в деревне. И там большое количество разнообразных вещей, да, то есть там сено, там грязь, там куры, утки, гуси, там собаки и так далее. Куча то, что мы называем сенсорной интеграцией, да. Мы специально ходим к лошадкам теперь, платим деньги, да, за это. Ходим по искусственным камушкам и придумываем какие-то вещи, да, а в деревне жизнь довольно суровая. Ну, и как бы чаще всего, да, уклад такой. Плохо ведёшь себя за столом, есть не хочешь просто. Идёшь, гуляешь. Жестоко. Страшно жестоко. Но зато откладывается. Несколько раз человек не поел, потом он уже сидит и как бы старается. Давайте постараемся, не постараемся, а сделаем, сделаем именно развивающую среду для наших детей. И уберём всё, что для нас неудобно, неприятно и непонятно. И будем смотреть именно в эту сторону. Спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»